Строительство арки на Минском шоссе началось в областном центре. Сейчас ведутся работы по вязке арматуры фундамента объекта. На следующей неделе планируется приступить к бетонированию этой части объекта, а далее колонны и перекрытия. Строительство арки на разворотном кольце станет завершающим этапом реконструкции Минского шоссе. Торговые места на центральном рынке Могилёва, а также привокзальном для пенсионеров и инвалидов, теперь предоставляются бесплатно. Могилёвский горосполком и центральный рынок заключили соответствующее соглашение. На центральном рынке города будет предоставлено 30 торговых мест, на привокзальном — 20. И здесь можно реализовывать до 20 килограммов сельхозпродукции, естественно, после лабораторного исследования. Для тех, кто изнемогает от жары, которую так долго ждали. Летнее катание на коньках организуют в Могилёве. Массовое катание устраивают в Ледовом дворце до 30 июля. В пятницу катание начнется в 19.30, в субботу и воскресенье запланировано по два сеанса в 17.00 и в 18.45. Стоимость билета чуть меньше трёх рублей. Столько же стоит прокат коньков. Белорусские стихи теперь читают на Могилёвских стенах. Первое стихотворение белорусской поэтессы Евгении Янищец можно увидеть на здании подстанции во дворе дома по проспекту Мира, 18. А в арке дома 45 по улице Ленинской можно вспомнить стихотворение Максима Богдановича. Всего около 10 стихов украсят фасады зданий в городе в течение месяца. Ежедневно работники Могилёв-Зеленстрой убирают прибрежную зону русла реки Дубровенко. И большое количество мусора, принесённое жителями города, а также гостями, приходится убирать с этой территории. Набережная Дубровенки – одно из популярных мест отдыха могилевчан и гостей города. Здесь любят прогуливаться и семьями, и в одиночку. Бары назначают свидания, но воспользоваться урнами не все желают. И много такого мусора каждый день? Много. Много очень. Люди некультурные. Так сколько вы километров проходите за день, чтобы убрать набережную? Пару километров проходится. Каждый день. Недалеко от рынка, с набережной, где река Дубровенко впадает в Днепр, работники предприятия Могилёв-Зеленстрой собрали мебель и бытовой мусор. А такой урожай, к сожалению, каждый день. После выходных – втрое больше. Очень много приходится убирать мусора. Иногда машины, иногда две. Очень много мусора. За последнее время три случая выброса мусора зафиксировали фотоловушки. Те, кто не донёс мусор до урны, поплатились рублём. Те, кто мусорит, ловить только за руку. Другой возможности наказать человека за данное правонарушение просто нет. Многие даже и не догадываются, какие объёмы бытового мусора собирают коммунальники в зонах отдыха. Ну а Дубровенко – место особое. Не зря его излюбовали спортсмены. Дубровенко, она в принципе грязная, но я ни разу не видела, чтобы люди туда что-то бросали. Мы не наблюдали такого. В воде никакого мусора не было, просто вода сама по себе грязная. А я здесь бегаю примерно в это время. Где-то в четыре часа. Стабильно. Всегда здесь чисто? Нет, Дубровенко грязная вообще. А так вообще мусор вокруг вроде нет. Для одних лето – это отдых, для других – работа. Особенно в зонах отдыха. Чтобы набережная оставалась красивой, работники предприятия «Могилёв-Зеленстрой» наводят здесь порядок каждое утро. Стараются для жителей города и поддержать чистоту в месте, где отдыхаешь по силам каждому могилевчанину. Наше предприятие существует с 1960 года. Началось всё с артели имени Крупской, а потом развивалось, расширялось. Появились трикотажные изделия, трикотажное производство. Тоже сначала на базе артели, а потом на широкое массовое производство поставили трикотаж. Швейное производство, вышивка была, до сих пор сохранилась. Так начинала жить небольшая могилёвская фабрика по улице Карла Маркса. С 1966 года к ассортименту продукции добавляются изделия из плетёной соломки. И для фабрики начинается новый этап развития. Уже через два года глав выставком наградил фабрику дипломом третьей степени за развитие промысла и массовый выпуск сувениров в национальном стиле. Очень хорошие мастера вложили большой вклад в развитие наших промыслов. И не только нашей фабрики, но и всей Белоруссии и Могилёвской области. Также было у нас деревообработка, традиционный вид промыслов. Вот вы можете здесь видеть дерево. Это всё делали наши мастера. Дерево, к сожалению, не сохранилось. Но в силу всяких обстоятельств и сушка для него нужны помещения. В 79-м мастерица начинает работать сольном. Ольга Михайловна продолжает славные традиции, заложенные могилёвскими умельцами. На предприятии она работает почти три десятилетия. Творчество, оно всегда живёт в тебе. Поэтому, если надо что на заказ, то, конечно, ищешь, думаешь, живёшь этим день и ночь, думаешь. Но иногда идея приходит моментально и очень такая интересная. Иногда изделие рождается очень быстро в голове. Главное, чтобы оно родилось в голове. Потом оно появится. Остальное дело техники. Куклы в национальных одеждах, коллекции по профессиям и самые разные тематические фигурки на фабрике делают вручную. Оттого, наверное, получаются они такие милые и душевные. Заготовочки. Так, это что получается? Это их прическа? Да, да. Это жилён, да, стопроцентно всё? Да. Начесала, завязала, потом на головку. И вот получится вот такой ангел. И вот такие. У меня два вида их. Раньше у нас были сувениры, в основном все вот льняные, серенькие. Ну, с использованием соломы. А сейчас у нас ткани различные используются. Вот эти тесьма вот такая цветная. И вот такая ленточка разноцветная. Ну, такие веселее стали. Наш художник придумывает новые, постоянно новые виды. Конечно, они стали интереснее, красивее. До того, как попасть в производство, сувениры утверждают на худсовете. Могилёвская фабрика входит в концерн «Белхудожпромыслы». И то, что предлагают наши мастера, заказчику очень нравится. В месяц на предприятии выпускают около ста видов сувениров под заказ. Зовут могилёвских куколок тоже очень мило. Василёк, хорошечка, лялечка, белорусочка. Их знают по всей Беларуси и даже коллекционируют. В таких выставочных куколках мы рисуем личики. Они бывают абсолютно разные. Существуют определённые каноны и образцы, по которым они изображаются. Ну, вот они такие веселенькие. Хоть и существуют определённые каноны, но даже если по одному и тому же образцу будут работать разные люди, всё равно лица получатся разные. Потому что, ну, это как и в портретах, что художник добавляет частичку себя. Могилёвские куклы и сувениры ценятся далеко за пределами страны. Они, подобно путешественникам, едут в Казахстан, Прибалтику, Китай, Вьетнам и Россию. Туристы с удовольствием оставляют в себе такое тёплое напоминание о визите в Могилёв. Даже ребёнок знает о роли H2O в жизни человека. Ролью же водопроводного хозяйства интересуются преимущественно взрослые, да и то не все. Мы привыкли, что достаточно лишь повернуть вентиль, и мы получим чистую и готовую к употреблению воду. А вот её путь от источника до нашей квартиры достаточно трудоёмок. Всё начинается на водозаборах. Их, кстати, в областном центре шесть. В сутки добывается примерно 80 тысяч кубометров воды и подаётся в сеть от 70 до 80 тысяч. В зависимости от потребностей населения погоды. На экране мы видим шесть водозаборов, которые обеспечивают добычу и подачу воды в город. Это рабочее давление на водозаборы, это приход воды, это средний уровень воды в резервуарах и подача воды в сеть. Самый большой водозабор где у нас? Самый большой водозабор – это у нас Полыковичи. Полыковичи, который обеспечивает центральную часть города, район Сельмаша, техноприбор, юбилейный. Сейчас мы находимся на водозаборе Карабановском, который обеспечивает водой центральные районы города. Ежедневный объём добычи воды на этом водозаборе около 10-12 тысяч кубометров в сутки. Второй этап – станция обезжелезивания. В данный момент мы находим на станции фильтров, насосной станции второго подъёма водозабора Карабановка, куда с артезианских скважин поступает вода, вода соединяется с кислородом воздуха, и далее на щебёночных фильтрах идёт её очистка от повышенного содержания железа. Кстати, глубина скважин на Могилёвских водозаборах более 150 метров. Верховодка исключается, а значит и качество H2O вырастает в разы. Для сравнения, в Минске 40% артезианской и 60% поверхностной воды. Она тоже тщательно очищается, но там присутствует речной вкус. Значит, вода у нас одна из самых лучших в республике. Значит, это вся артезианская вода 100%. Значит, она хлорируется на водозаборах путём электролиза, раствора, поваренной соли, что безопасно для населения. Вода контролируется как баканализу, так и аналитическим показателем. Качество воды проверяется постоянно. На санитарно-эпидемиологическому контролю вода подвергается на 12 точках водопроводной сети города. Да и перед поступлением в наши с вами квартиры сотрудницы Горводоканала могут взять пробы воды на любой стадии очистки. Затем в лаборатории воду проверяют на содержание вредных примесей. В город вода поступает чистой, и вопреки мнению скептиков, её можно пить прямо из-под кранов. Наша работа, конечно, очень важна. На предприятии действует рабочая программа производственного контроля качества питьевой воды. Согласно которой вода проверяется на требования, соответствие требованиям санитарных правил и норм. По микробиологическим показателям, органолептическим, физико-химическим и радиологическим. И все эти показатели наша лаборатория исследует. Уже сейчас во многих странах ощущается нехватка воды. Беларуси в этом смысле повезло больше. У нас её большой запас, но и он не безграничен. Внести свою лепту в её сохранение совсем не трудно. Достаточно просто вовремя закрыть кран. И тогда будущее поколение скажет нам спасибо. Творческие люди есть на каждом предприятии. И могилёвские железнодорожники не исключение. На этот раз они стали лучшими в фотоискусстве. Ты поулыбаешься, посмотришь в камеру. Сделаем пару очень красивых снимков. Ну и дальше будем смотреть, что получилось. Руку чуть-чуть выше, смотри вот сюда. Да, голову опусти. Победительница конкурса красоты в номинации «Мисс Грация Белорусской железной дороги» Ольга Цумарева стала героиней фотосессии. Для республиканского конкурса «Моя родная Беларусь» из окна поезда, посвященного 155-летию Белорусской железной дороги. И принесла победу своему коллективу. Фотография называется «С дорогой по пути». Да, фотография понравилась. И очень приятно было, что победила. И как бы мы не рассчитывали, конечно, на победу старались. Но было приятно, очень приятно. В конкурсе победили два снимка, сделанных работниками Могилевского вагонного депо. Один из фотографов – Сахар Медведев, молодой специалист-инженер по дефектоскопии. Работает на железной дороге всего полтора года. В железнодорожном творческом конкурсе поучаствовал впервые. Взял я камеру, можно сказать, еще в подростковом возрасте. Начал увлекаться, мне начало это как-то нравиться. И привлекать фотографии, общение с людьми. Вторая героиня – Елена Бабицкая. Как в популярном фильме «Спортсменка, комсомолка, красавица». Она обслуживает два станка с числовым программным управлением. Без нее не обходятся ни турпоходы, ни спортивные состязания. Я участвую в соревнованиях, бегаю на лыжах, играю в настольный теннис за наше депо. Автор снимков Михаил назвал свою работу «На нашей дороге железной трудятся порой руки нежные». Автор признается, что именно такие интересные люди, как Елена, его вдохновляют на фототворчество. Поддержать наших женщин, которые работают на белорусской железной дороге, которые работают наравне с мужчинами. Таким образом, я сделал эту фотографию и решил ее отослать. На конкурс было прислано более 200 работ. Могилевские железнодорожники победили в номинации «Мы славим тебя, человек труда», Завоевав и первое, и второе место. Ты и я, мы такие разные два крыла. У одной мечты нас связала музыка вселенная, есть и я, и ты. Такие одинаково непосредственные подетки и такие разные по характеру. Казалось бы, девчонки с обычными для детства желаниями отдохнуть, поиграть с друзьями, а на самом деле большие трудяшки и настоящие таланты. За плечами Арины масса музыкальных побед в заграничных конкурсах. Ей покорились и Мальта, и Берлин, на очереди Македония. У Насти свой почетный список участия в известном российском шоу «Голос дети» в белорусском «Зорный старт». Сами по себе девочки у нас очень-очень яркие, очень талантливые. Вот, смотрите, Наргизг когда-то удивилась, услышав голос нашей Арины. Это было спонтанно, но 9 миллионов просмотров на канале YouTube много о чем говорит, да? Я думаю, многие об этом знали. Настенька, «Голос дети». И вот сейчас уже одно на двоих достижение. Девятилетняя Арина Пехтерева и Анастасия Дмитрачкова стали участницами финала национального отбора детского конкурса «Песни Евровидения-2017». Свыше 50 номеров было. И, знаете, очень сильный отбор в этом году. А вот Могилёв ещё кто-то представлял? Да, были из Могилёва дети, но, к сожалению, они не прошли десятку, мы единственные. Было Минск, Могилёв и Жодино, там один номер. По словам Татьяны, конкуренция была высокой. Более того, Настя и Арина оказались самыми маленькими участницами отбора. И тем не менее, сразу покорили и жюри, и зрителей. Когда мы пели, мы как-то спели необычно. И вот мы спели лучше, как никогда. Их, конечно, знают. И Арину знают, и Настю знают. Это известные девочки. Но в дуэте их не видели. Там были действительно сложности в вокале, сложности в эмоции. Потому что надо не только петь, надо ещё очень охватить всю студию. И они это сделали. Объём наркоёмкости у этих двух девчонок был масштабен. Это было видно. И вот действительно они прошли именно этим дуэтом. Благодаря вот этому. Девочки признаются, что очень надеялись пройти в следующий этап. И очень волновались. Арине на страницу кто-то написал, что поздравление, что мы прошли. Сестра Арины позвонила нам и сказала, что мы с Ариной вместе прошли. И мы там уже плакали от счастья. И прыгали от радости. Музыка – вселенная. Песня о том, какие мы разные. Но несмотря ни на что, у нас всех объединяет именно музыка. С этой песней девочки снова выйдут на сцену уже в финальном отборе. К слову, акцент выступления будет сделан именно на девчонках. У нас не будет антуражной хореографии. У нас не будет ничего такого на сцене лишнего. У нас будут девочки и их харизма. И их сценическая пластика. Я думаю, что вот эта фишка ляжет в основу всей постановки. Сейчас после отдыха перед юными талантами стоит очень серьезная задача – собраться силами и много репетировать. Это честь уже, что мы прошли. Честь представлять свой город. Честь представлять своих родителей. Представлять все, что у тебя есть. Это такая большая честь. А у тебя есть мечта? Вот как раз эта мечта есть – пройти на Евровидении. Финальное шоу пройдет 25 августа в форме гала-концерта в прямом эфире. За наших девчонок можно болеть на телеканалах «Беларусь-1» и «Беларусь-24». Арина и Настя выйдут на сцену под номером 7. А победитель национального отбора будет представлять Беларусь на детском Евровидении 2017 – 26 ноября в грузинском Тбилиси. И пусть звезды сойдутся так, чтобы удача сопутствовала девочкам. Встретимся с звездочетом! Каждому человеку хочется выглядеть ярко и необычно. Кто-то выбирает для этого одежду, аксессуары или модную прическу, а кто-то делает татуировку. Но пойти на такие кардинальные меры украшения себя решается не каждый могилевчанин. Кто-то портит свое тело, как-то не хочется. Но опять-таки, если это на видном месте. То есть, если это где-то спрятанное, и человек хочет для души это сделать, ну, каждый имеет право, почему бы и нет. У меня их нет, но, в принципе, нормально, нейтрально реагирую на тех, у кого они есть. Если помоложе, сделаю его так. Вот, конечно. Красиво. Когда в меру. Могилевчане демократично относятся к желанию людей украшать себя татуировкой. Поэтому можно позволить создание креативного яркого образа, не получая критики и косых взглядов окружающих. Сколько стоит это удовольствие, рассказали в одном из могилевских тату-салонов. Вообще, стоимость татуировки дистанционно оценить нельзя и сказать так абстрактно. Обычно это зависит от размера и сложности эскиза. Минимальная цена примерно 50 белорусских рублей. Это если что-то небольшое, там, надпись, какой-то знак, какие-то в пределах, что-то там, 3-5 сантиметров по размеру. Если же вопрос идет о каких-то больших работах, то там уже обсуждаем с клиентом цену. Это зависит от того, сколько времени ушло на работу, какой эскиз, какие материалы. Если вы планируете взять масштабом и удивить окружающих вязью во всю спину, готовьте 2000 рублей и много свободного времени. За один сеанс мастер может расписать только небольшую часть тела, и восстановление после процедуры потребует нескольких дней. Есть мази, которые заживляют очень хорошо, которые обезболивают. Первые два дня, как говорится, пережить, а потом можно спокойно принимать душ в пределах разумного, прохладненькой водичкой. Не терять, конечно, полотенцем. Как выбрать татуировку, этим вопросом задается каждый, кто впервые решился на эту процедуру. Ведь перманент, введенный под кожу, невозможно смыть через день или неделю. Тату делают надолго, если не на всю жизнь, а рисунок на коже убрать довольно сложно, но возможно и такое. Перебивают в основном старые армейские татуировки. Когда это все билось в подпольных условиях, некачественными материалами, соответственно, тут уже тоже индивидуально надо работать с каждым клиентом. Смотреть, можно ли перебить сразу, либо необходимо осветлять лазером, если это возможно. Технологии нанесения рисунков на теле серьезно продвинулись вперед. Если раньше татуировки наносились обычными хернилами или даже гелевыми ручками, то сейчас используются качественные пигменты. В их палитре более 100 оттенков, что позволяет наносить полноцветные рисунки и добиваться реалистичности работы. Кто-то ассоциирует себя с конкретным данным персонажем, кому-то, может быть, просто это нравится. Например, по последним фильмам «Пираты Карибского моря», «Отряд самоубийц», очень много разных персонажей, мультфильмы. А последнее время еще такая тенденция есть небольшая – мамы и папы приходят и делают татуировки по рисункам своих детей. Специалисты в области тату рекомендуют могилевчанам начинать выбор эскиза с осознания того, что татуировка должна означать. Ведь она может преследовать разные цели – подчеркнуть индивидуальность, выразить мировоззрение, усилить привлекательность. Для кого-то тату – это отметка о личных переживаниях, а для кого-то – прямое указание на профессию. Конкретно вот эту, которую делаю, это доспех. Я сам кузнецом работаю. Решил как-то обозначить свою профессию на себе. Эскизы помогают готовить моя жена, она художник по образованию. Выбор татуировок ограничен только фантазией. Цветные, монохромные, реалистичные или схематичные. На спине, предплечье, груди, татуировки на ноге, шее или любых других частях тела. Выбор места для татуировки связан еще с определенной картой боли, которая различна для женщин и мужчин. Самые чувствительные места – это суставы и лицо. Но чувствительность – это понятие очень субъективное. При процессе несения татуировки я засыпаю. Такое бывает. Ну, смотря на каких местах, конечно. Нужно помнить, что татуировка – это медицинская процедура и есть масса противопоказаний. Татуировки очень чувствительны к солнечным лучам. Есть еще один момент. Начав однажды, очень трудно остановиться. Тем более, что это удовольствие по карману. Хотелось бы, конечно, продолжить, потому что всегда начинаешь с малого. Но планирую до конца добить руку. Ну, а там мы с Ириной еще подумаем. Международная выставка «Кошек. Васильковое лето» собрала в Могилеве почти 200 участников из разных стран. Кошки соревновались в красоте, элегантности и кошачьем интеллекте. Молоденькая кошечка только-только перешла во взрослый класс. С плотненьким пузиком. С крепенькими бедрышками. Хорошая форма головы. Хорошая линия профиля. Очень большие выразительные глаза, просто вот на всю морду. Огромные уши. Широкие в основании. Очень эффектная девочка. В мире насчитывается от 40 до 70 пород кошек. Их точное количество не могут назвать даже эксперты. И все владельцы уверены, каждая кошка обладает собственной харизмой и индивидуальным характером. Добродушные кошки-собаки. Делают все то, что делают собаки. Носит игрушки, носят тапки, ходят следом за хозяином. А вот экзотических корниш-рексов отличает не только волнистая шерсть, но и общительный характер. Есть кто одного корниша покупает, потом второго. Как говорится, любовь на всю жизнь. Лучше одного корниша, только два корниша. Участники приехали на Васильковое лето из Прибалтики, России и разных городов Беларуси. По приглашению Могилевского клуба любителей кошек «Фелисия». Многие кошки – опытные конкурсанты и охотно знакомятся с посетителями. Они хорошие и что они ласковые. На выставке можно увидеть и кошек экзотических пород, которых еще нет в Могилеве. Например, такая порода, как Бомбей. Она появилась в СНГ только в 2006 году. Вывели эту породу в США. Захотели они, чтобы была такая домашняя мини-пантера. Вот они ее и вывели. Но по характеру она не пантера. Нет, по характеру она не пантера. И, может быть, внешне она и кажется пантерой, но вы же видите, какая она игривая, какая она дружелюбная. А в конкурсе «Золотая кошка Могилева» победил кот Пабло – абиссинской породы. Для друзей – просто Паблуша. Вот. Он очень ласковый, очень общительный кот. А почему такую породу выбрали? Вы знаете, она считается кот-собака. Они очень общительные, ласковые, очень подвижные. Выставка кошек «Васильковое лето» в Могилеве прошла в десятый раз. И Могилев, символом которого можно смело назвать льва, уже может претендовать на звание кошачьей столицы Беларуси. Да? Да. Привет. Ути-ути-ути-ути. Кушать подано. Так, не деритесь. Ути-ути-ути. Кушать подано. 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 Редактор субтитров А.Семкин